«Даша, иди сюда, посмотри, как Ивашка улыбается!» – раздался из детской радостный звонкий голос Карины. Дарья дочитывала очередное произведение любимого Виктора Гюго, когда услышала, как мама ее позвала. Она тут же отложила книгу в сторону и помчалась в детскую к младшему брату, чтобы своими глазами увидеть лучистую довольную улыбку пятимесячного малыша. В кроватке, окруженной со всех сторон мягкими игрушками, лежал голубоглазый мальчик, очень похожий на Дашу. Младенческая улыбка еще ярче засияла на симпатичном личике при виде старшей сестры. «Видишь, как он тебя любит!» – пролепетала Карина с нескрываемым наслаждением и любовью, глядя то на старшую дочь, то на младшего сына. «Солнышко наше!» – прошептала Даша и осторожно взяла на руки Ивашку. «Он просто знает, что я никому не дам его в обиду!» «Дочка, мы с отцом быстренько съездим в детский магазин за подгузниками и смесью, ты, пожалуйста, пригляди за малышом, он сытый и два часа будет крепко спать. За это время мы все купим и вернемся. А чтобы не задержаться, поедем на метро, сейчас в городе большие пробки!» – сказала ласково Карина, гладя дочь по белокурой голове. «Хорошо, мам!» – кивнула Даша и продолжила любоваться братом. Вскоре родители Даши отправились в магазин за покупками, и девушка осталась одна с братишкой. Она его уложила и начала петь колыбельную, которую в детстве для Даши всегда пела бабушка. Ивашка быстро заснул, и Дарья присела рядом, чтобы охранять сон младшего брата. Девушка с обожанием смотрела на спящего малыша и вспоминала тот день, когда Ивашку принесли домой счастливые родители. Мальчик наполнил дом светом и радостью. Трепетные чувства, связывающие домочадцев друг с другом после появления на свет Ивашки, стали еще теплее и крепче. Дарья слишком сильно была привязана к Ивашке и не представляла свою жизнь без него. Судьба решила все по-своему. Сидя над кроваткой младшего брата, Дарья вздремнула, но ее разбудил телефонный звонок. Подруга сообщила о том, что в метро произошел страшный взрыв. Девушка тут же, трясущимися от ужаса руками, набрала номер отца. Но Аркадий был недоступен, как и Карина. Тогда Дарья зашла в интернет и принялась читать новости про недавний взрыв. Ее сердце чуть не остановилось, когда она увидела, когда именно трагедия произошла. В это время ее родители должны были ехать в детский магазин. Она набирала еще и еще номера родителей, но все было бесполезно. Ей казалось, что такое горе не может случиться в ее семье и что произошла нелепая ошибка. Девушка схватилась за голову и, опустившись на пол, громко зарыдала. От ее безудержного плача проснулся Ивашка и тоже заплакал. Девушка до последнего надеялась, что дверь откроется и родители вернутся. Но чуда не произошло. У Дарьи не было возможности оплакивать погибших родителей. На ее руках остался пятимесячный ребенок, который нуждался в ее внимании, заботе и любви. Девушка пребывала в отчаянии, не зная, как ей дальше жить и что делать с братом. Дарья решила поехать к единственной сестре отца, чтобы посоветоваться с ней и получить поддержку, в которой она так сильно нуждалась. Дашина тетя жила в другом конце города и девушка добиралась до нее несколько часов, держа на руках уставшего сонного малыша. Как только Вера Николаевна открыла дверь, Даша кинулась в ее объятья и громко зарыдала, рассказав о том, что случилось с ее родителями. Вера отвела племянников на кухню и сделала успокаивающий ромашковый чай для Даши. «Горе-то какое, бедный мой брат, что ж теперь будет?» – начала причитать Вера Николаевна, и Даша еще сильнее разрыдалась. «Мы с Ивашкой остались совсем одни в этом мире, он постоянно плачет, словно чувствует, что мамы с папой больше нет. Как нам теперь быть, тетя Вера?» «Дашенька, я понимаю, каково тебе сейчас, но ты постарайся не думать о плохом. Ивашка устал, спать хочет, иди, уложи его в гостиной и сама приляг рядом, отдохните, дальше там разберемся». Даша благодарно кивнула и, прижав к груди засыпающего малыша, вышла из кухни. Как только Вера Николаевна убедилась в том, что Даша покинула кухню, она взяла мобильный и принялась звонить сотрудникам органов опеки. Дарья уложила Ивашку и накрыла его пледом. Она и сама собиралась прилечь рядом с ним и хотя бы полчаса поспать, но вдруг вспомнила, что оставила свой телефон в кухне на столе. Даша отправилась за телефоном и неожиданно услышала, как ее тетя разговаривает с кем-то. Девочке исполнится 18 лет только через 4 месяца. У нее на руках младенец. Кто понесет ответственность за малыша, если с ним что-то случится? Она сама еще ребенок. Заберите детей в приют, где они получат достаточно внимания и контроля. Дарья обомлела, услышав то, что говорит ее тетя по телефону. Ни секунды не раздумывая, она схватила спящего ребенка и тихонько покинула квартиру. Спускаясь вниз в лифте, Дарья плакала на взрыв. Невыносимая пронзительная боль сковывала ее сердце, мешая дышать, а душа была охвачена мучительным, опустошающим страхом. Дарья села в первый попавшийся автобус вместе с ребенком и задумалась о том, как ей быть дальше. Им с братом было опасно возвращаться домой, ведь из родного дома их в любой момент могли забрать в приют. Других родственников, кроме тети Веры, у Даши и Ивашки не было. У погибших родителей остались друзья, которые всегда хорошо относились к Даше и Ивашке, но девушка боялась попросить у них помощи. В ее душе после предательства тети впервые в жизни зародилось недоверие к людям. Даша смотрела на спящего брата и думала о том, что через час он проснется и захочет есть, к тому же нужно будет где-нибудь переодеть малыша. Выйдя из автобуса, Даша зашла в ближайший магазин и купила несколько фруктовых пюре для младшего брата, чтобы покормить его, как только он проснется. Вскоре Ивашка проснулся и Даша покормила его, присев на скамейку. Весь вечер провели брат с сестрой в парке, а ближе к ночи Дарья отправилась к реке и организовала ночлег под мостом. Бессонная ночь показалась Даше бесконечной. С наступлением рассвета она взяла на руки лежавшего на ее коленях брата и, схватив рюкзак с пледом, покинула это место. Когда пришла пора кормить Ивашку, Даша впала в еще большее отчаяние, ведь запасы еды закончились, а ребенок требовал завтрак. Дарье пришлось сесть возле супермаркета с протянутой рукой и начать умолять прохожих помочь им с малышом. Ей было стыдно просить милостыню, но сестринские переживания оказались сильнее чувства гордости. «И как не стыдно попрошайничать! Нагуляла ребенка, а теперь сидишь и клянчишь деньги, раньше надо было думать головой!» – сказала женщина средних лет, выходившая из супермаркета с тяжелыми сумками. Люди выходили из магазина с наполненными продуктами-пакетами и проходили мимо Даши, презрительно ее разглядывая и качая головой. Никто не поделился с ней ни рублем, ни куском купленного хлеба. Тогда Дарья решила встать рядом с церковью и еще раз попробовать. Но ситуация после смены места не изменилась. Ближе к обеду девушка переместилась к придорожному кафе и, устроившись возле главного входа, вновь начала просить милостыню. Из кафе вышел миловидный молодой человек. Заметив бледную, изможденную девушку с ребенком на руках, он остановился и внимательно на нее посмотрел. «Что у вас случилось?» – спросил незнакомец, разглядывая ребенка. Дарья громко разрыдалась перед молодым человеком и, всхлипывая, рассказала ему о том, что произошло в ее жизни. Парень некоторое время стоял, молча обдумывая слова девушки и пристально глядя на Ивашку. Затем доброжелательным мягким тоном сказал, «Я снимаю небольшую комнату в трехкомнатной квартире рядом с институтом. Я сам студент, если хочешь, поживи пока у меня, хозяйка добрая, понимающая, она тебя не прогонит, а я тем временем что-нибудь придумаю. Это лучше, чем оставаться на улице с ребенком на руках. Не бойся меня, я тебя не обижу, я хочу тебе помочь». Даша после минутного раздумья согласилась и пошла следом за Денисом. Комната парня оказалась уютной, хоть в ней и царил небольшой беспорядок, но девушка быстро все перемыла, расставила по местам вещи и организовала идеальный порядок. Пока Денис был на учебе в институте, он учился на последнем курсе экономического факультета, Дарья готовила еду, занималась младшим братом и много читала. А когда Денис возвращался домой, они вместе ужинали, беседуя о студенческой жизни. Даша делилась с парнем своими планами на будущее и мечтами. «Мой однокурсник работает грузчиком. Он сообщил мне, что им не хватает одного рабочего. Я собираюсь работать во вторую смену по ночам. Деньги лишними не будут. Вот у твоего карапуза скоро подгузники закончатся, а до стипендии еще далеко», – сказал как-то вечером Денис. «Мне очень стыдно, что тебе из-за нас приходится идти на такие жертвы. Ведь ты не обязан нам помогать». «Не говори так. Мне Ивашка стал как родной. Все будет хорошо. Мы справимся со всеми трудностями». «А я тогда буду помогать тебе с учебой. Буду писать за тебя рефераты», – договорились, – улыбнулся довольный Денис. Через несколько месяцев жизнь Даши и ее брата постепенно начала налаживаться. Однажды за три месяца Даша поздно ночью вернулась в квартиру родителей, чтобы забрать детские вещи и документы, а также свою копилку. И вот девушке исполнилось 18 лет. В день ее рождения Денис вернулся домой с необычным подарком. Он протянул смущенной девушке книгу ее любимого писателя и поздравил с совершеннолетием. «Даша, я много думал о ситуации, в которой ты оказалась», – начал Денис. «Это несправедливо, что тебе приходится прятаться и жить вдали от родного дома. Тебе исполнилось 18, и если у тебя будет законный муж, то никто не сможет отобрать у тебя Ивашку. Достаточно лишь усыновить его. Мне предложили стабильную государственную работу. Давай поженимся, чтобы Ивашка рос в спокойствии рядом с тобой, а не оказался в приюте». Даше пришлось согласиться на фиктивный брак, ведь другого способа спокойно и открыто воспитывать младшего брата она не знала. Вскоре молодые люди поженились и собрали необходимые документы для усыновления Ивашки. Денис помог жене поступить в институт, где у нее была заочная форма обучения, а сам начал работать в государственном учреждении и приносить домой хорошую зарплату. Ивашка остался жить с сестрой и ее мужем, который души в нем не чаял и относился к мальчику как к своему родному сыну. После окончания института Даша устроилась работать бухгалтером в небольшую частную фирму. Молодая семья жила в квартире Дашиных родителей, где им было спокойно, уютно и хорошо. Спустя два года после переезда в квартиру, законной владелицей которой по праву стала Даша, супруги поняли, что их брак перестал быть фиктивным. Они по-настоящему любили друг друга. «Я тебя не отпущу от себя никогда», – шептал Денис на ухо своей жене. «Ты моя! Я так тебя люблю, Дашка! Я тоже тебя очень люблю! Спасибо, что ты есть в моей жизни!» – говорила Дарья с сияющими от счастья глазами. Ивашка сладко спал на диване, а рядом, обнявшись, сидели Даша и Денис, чувствуя себя самыми счастливыми людьми на планете! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...